к нам уже пришли гости могу вас познакомить с ними пойдемте вот ее зовут эльвира его зовут тоже юсуф как нашего папу вы уже наверное заметили как в турции исполняется это если это не страшно то мы немножечко нарушим ну и как же вам не показать такой прекрасный вид у нас не каждый день вот так видно прям все горы всем привет и это канал турки шпипа меняст андре ушки по анталии ну наконец-то я с вами я очень рад вас всех видеть одеты мы так презентабельно потому что мы сегодня отмечаем праздник кто не знает у нас рамазан 24 мая и мы решили позвать гостей и конечно же делать наш любимый шашлык вот наш шеф-повар как тебя зовут представься всем привет привет сегодня рамазан байраму у нас постик закончилась когда пост закончился у нас рамазан байраме отмечаем короче всех даем школа и сахар сладости которые но еще его в турции называют шекер байрамы шекер байрам дети так называют шекер байрам и короче рамазан байраму вот такой сладкий праздник кстати нам сегодня в квартиру как раз таки приходило несколько групп детей они друг другу по ходу рассказывали то что вот у нас есть сладости и мы раздаем всем но еще у нас есть такие вот гости да представьтесь как вас зовут всех вот такая дружная компания сегодня мы на наши любимые крыши будем очень вкусно есть играть и принципе наслаждаться вот такой хороший праздник и очень жалко то что люди сидят все дома но самое интересное мамы сейчас вам расскажет а мы пока будем ловить ветер такс не хочет о осмотри тут ветер всем привет это елен я вам рассказываю про жизнь в анталии и в новости в турции но из последних новостей что сегодня 24 мая у нас праздник рамазан байрам вы уже знаете что с 23 по 26 мая вся турция должна сидеть дома связи с этим праздником чтобы не ходили не ездили друг другу в гости ну вы уже наверное заметили как в турции исполняется это если это не страшно то мы немножечко нарушим все кто хотел то уехал в пятницу когда еще были открыты границы между городами но остальные кто остался здесь вот вы слышите дети шумят играют на улице но самое интересное конечно же разрешили 24 мая выходить на улицу пожилым людям тем кому больше 65 лет им разрешили с 14 до 20 часов и смотрите какая ситуация раньше к пожилым людям к родственникам соседям заходили все поздравляли с праздником как здесь принято пожилым вот папа обычай поцеловать руку там чтобы пожелать там где дадут денюжку льдут конфетку ну как бы это на самом деле просто обычай очень приятный такой а сейчас всем взрослым надо сидеть дома а пожилые люди имеют право передвигаться я когда ходила за хлебом кстати за хлебом тоже можно сходить и еще открыты магазины сладости вот когда я ходила за хлебом я видела много пожилых людей они шли парами шли кто-то по одному жарко у нас сегодня не останавливается очень тяжело идти в масках они куда-то шли наверное они ходили по гостям раз к ним никто не может прийти они на законных основаниях могут куда-то пойти вот сейчас этим как раз и все и занимаются на улицах действительно много пожилых людей но они передвигаются пешком потому что автобус и общественный транспорт у нас сейчас не ходит еще сказано если они не могут сами выйти на улицу они могут обратиться в службу социальную и им выдадут проводника который поможет выйти на улицу погулять вот такая ситуация у нас но мы на своей крыше будем отмечать праздник это какой замечательный повод если вы не отмечаете сегодня праздник у вас просто сегодня прекрасный выходной день побудьте с нами посмотрите как будет весело так нам пришла подруга а не они живут у нас здесь на соседней улице вот отсюда их дом не виден вот за этим домом там еще улице и их дом девочки дружат они ходят друг другу в гости селин говорит на русском а папа как и наш папа турок ясов вы еще с ними познакомитесь они обещали к нам сегодня прийти сейчас на меня светит солнце конечно тяжело с вами прямо говорить поэтому я немножко буду в эту сторону смотреть сейчас мы будем что делать конечно же наши камешки которые еще избили к кто не смотрел день рождения они мы тоже снимали вот именно отсюда оба все тут немножко песочка есть ракушки у они можете высыпать и играться к нам уже пришли гости могу вас познакомить с ними пойдемте вот ее зовут эльвира его зовут тоже юсуф как нашего папу видите на столе уже вся еда вы принесли еще арбузика порезали давайте покажем что делает папа папа уже жарит дальше кефте кстати рецепт скоро выйдет на канале поэтому ждите очень интересно но мы ему не будем мешать а уже будем пробовать девочки будете пробовать курицу кефте и такие котлетки давайте обувайтесь вам недалеко эти но я тут стал возле двух юсуфов они хотят вас поздравить с праздником ребят всем с праздником короче рамазан закончилась дай бог на следующий году еще раз отмечаем рамазаном конечно очень тяжело за кончить рамазан правикали уже уже конечно закончилась всем еще раз поздравлеваю дай бог на следующий году иншаллах а Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Вкусные котлеты Вот мне больше всего нравится такой жареный лук Видите Они конечно же ест курицу Все так тихо сидят Ну дети через несколько минут уже пойдут дальше играть А мы будем продолжать трапезничать Что надо сказать, Хелин? Спасибо Нет, дядя надо сказать По-турецки Слушай, я столько даже не взял Валерий, я не знаю Валерий, я не знаю Валерий, я не знаю Аз калды Оленер, оленер Субтитры делал DimaTorzok А что вкуснее? Курица или котлета? Это не курица Котлета? Котлета и вкусно По мне то и то вкусно Вот нельзя даже сравнить На самом деле перец именно с мангала нужно снимая шкурку есть Это очень сложно сделать Видите, такой черный? Я не всю шкурку снимаю, просто только черный Хотя и черная шкурка тоже вкусно Главное, что перец не был острым Просто получилось на решеточке очень красивая курица Вообще прямо очень аппетитная И что насчет обстановки в Турции? Да, это уже, мне кажется, не многих людей интересует Нам, честно, очень сильно надоело И мне кажется, всему населению просто все нарушают Ну реально, никто уже больше не сидит, мне кажется, дома И все-таки даже выйдут погулять сюда Уже не боятся выходить на улицу Не только в своем дворе гуляют дети Я уже спокойно могу ходить по махале И знаете, что самое интересное? То, что в Айсбир, это А101, турецкий супермаркет Можно входить детям от 12 лет Получается, я могу ходить по улице официально Только вот власти не хотят об этом говорить А магазины знают, супермаркеты Они же такие правила не писали Но самое интересное то, что есть еще один большой супермаркет Тахтокале называется Там можно сходить только взрослым от 20 до 65 лет Это очень... Мы уже снимали, как мы выходили по средам С по средам можно гулять всем детям И вот странный вирус какой-то По дням недели он работает Я еще таких вирусов, честно, не видел И то, что в один день, оп, мигом Все становится безопасным И дети перестают заражать Ну, мне кажется, эта тема уже ушла не в то русло Это нужно больше размышлять Ну и как же вам не показать такой прекрасный вид У нас не каждый день вот так видно прям все горы Вы представляете, какие они большие Вот видите, там хурма Прям вот возле гор Вы, наверное, знаете такой район Куни-Алты Кто смотрел наши другие видео Там, конечно, прекрасные виды Но у нас ни капельки не хуже Все-таки мне издалека больше нравится На вот этих дальних горах Еще лежал снег А сейчас он весь растаял Потому что везде стало намного теплее Видите, Анталия вот так уже в гору поднимается Просто застройка Спасибо, что досмотрели это видео до конца Не забудь подписываться на наш YouTube канал Ставить нам лайки И, конечно же, нажать на колокольчик И, конечно же, нажать на колокольчик Чтобы не пропускать наши новые видео У нас выходит на канале уже много видео И с папой Он вам очень сильно понравился Мы, конечно, раньше его немножечко скрывали Он сам не хотел сниматься А прямо сейчас ему очень сильно нравится И вы смотрите, оцениваете И он очень вам сильно благодарен, как и я Я на канале еще буду часто появляться Поэтому вы меня не забывайте Я очень рад, что вы у нас есть В общем, ребята, всем пока Следите за нашим Инстаграмом Там еще интересней